ITN Distribution «Заставь человека плясать под твою дудку так, чтобы он думал, что танцует по своей воле» Маркус Спенсер Маркус Спенсер ITN Distribution TTH Production Studios CERRANO STUDIOS Falcon Pictures CERRANO STUDIOS 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 Нет. Проверь билет. Запусти машинку. Я прошу вас уйти. Кто следующий? Я устал повторять, друг. Проверь. Билет. Привет. Я не с тобой говорю. Можно посмотреть? Отвали, приятель. Давай я куплю билет. Предлагаю сделку. Я не хочу его продавать. Жить надоело, что ли? Готов сегодня умереть? Слушай, я куплю билет за 100 долларов. Отнесу в другой магазин. Заработаю 15 баксов. Сам подумай. Все в выигрыше. Билет настоящий. Что это за хрень? Пределы разума Touch the Hat Productions и Touch the Hat Productions Studios представляют при участии Falcon Pictures и Serano Studios Фильм Бига Спенсер В главных ролях Маркус Спенсер Кимберли Маркес Гектор Гомес-младший Изабель Лопес Резона Олайв и другие Автор сценария Маркус Спенсер Оператор Хуан Пабло Рамирес Продюсер Продюсеры Маркус Спенсер Джессика Уосик Дэни Сауседа Эрнест Серано И Хуан Пабло Рамирес Режиссер Маркус Спенсер Нет, 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 нет Нет, всё отлично Да и какая разница Никто не будет смотреть на мой наряд Хватит себя изводить Ты прекрасно выглядишь Безумно тебя люблю А я тебя Береги себя И ты Люблю тебя Люблю 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 Добро пожаловать Привет, я Эдмонд, мы знакомы, я вас знаю Пятый этаж Я вас вижу впервые Простите Могу показать вам ваш кабинет, да и всё здание Помню, как бродил тут в первый день Мы на этом этаже Ясно Занимаем его полностью Мисс Уинтон, сюда Простите Ваш новый кабинет Шикарно У меня свой кабинет К такому быстро привыкаешь На предыдущей работе мы все сидели в одном помещении А здесь у каждого свой кабинет Даже у рядовых сотрудников? Конечно Всем должно быть комфортно Мы одна семья Спасибо Уютно, как дома Это ваш дом Всё это ваше Компьютер, вид из окна И работа Папки я заметила сразу Добро пожаловать Располагайтесь Хорошо Поздравляю Кстати, я всегда к вашим услугам, мисс Уинтон Лучше Махал Лучше Эдмонд Спасибо, Эдмонд Рад помочь Тиффани Нам нужно кое-что обсудить Здорово Убедись, что мы не выбиваемся из графика Нужно успеть к концу квартала Понял Сделаешь? Конечно Замечательно Кстати, у нас новый сотрудник И... Да, Махал Да, Махал Уинтон точно Она будет в твоей команде Отлично, мы уже познакомились Девушка вроде толковая Интересно, почему она не работает с отцом? А кто он? Саймон Уинтон Гендиректор и владелец казино Уинтона Точно Голиа в Калифорнии По ней не скажешь Что она богачка Такая скромная Да, скромная Она прекрасно дополнит команду Наверняка Да, это все Хорошо Держи Проверь, все ли в порядке Ладно Будет сделано Не забудь про сроки Конечно Большое спасибо И вам Да, Синди? Пришла миссис Хилл Спрашивает вас Сейчас буду Она у меня? Будь добра Собери всех в конференц-зале Махал Уинтон Состояние семьи 5 миллиардов долларов Обалдеть Привет, Карл Эдмонд Эдмонд Не отвлекаю? Нисколько Я не занят Читаю про Новую сотрудницу Ее отец Владелец Крупнейшего Казино в Калифорнии Не шутишь? Уинтон Познакомься с ней поближе Исправь и позвони ей Хорошо Думаю, пора начинать Прежде всего Прошу приветствовать Мистера и Миссис Хилл Наших главных клиентов Обычно мы не приглашаем клиентов на совещание Но для вас сделаем исключение Они хотят вновь воспользоваться нашими услугами Насколько я понимаю Делом займется Мисс Уинтон Дерзайте Мартин Вы хотели что-то сказать? Да, сэр Прошу День добрый Я Мартин Президент Приветственного комитета Поприветствуем Мисс Уинтон Махал Уинтон Махал Уинтон, ура Спасибо Вы только присоединились к нашей команде И мы передаем вам нашего крупнейшего клиента Как я уже сказал, дерзайте Уверен, вы справитесь Да, сэр Отлично Перейдем к следующим вопросам Что, на повестке дня? Продолжение следует... Спасибо Понравился коктейль? Очень Прекрасно Хотите чего-нибудь еще? Нет Добрый вечер, сэр Что будете? Мне, пожалуйста, ром с колой и со льдом Хорошо Классика Точно Трудный день Забегался? Как обычно Что, простите? Я ничего не говорила Послышалось Прошу Спасибо Хорошего вечера Вы Кого-то ждете? Не знаю Как думаете? Да Я, Рита Вы обворожительны И вы не отстаете Знаете Что я понял Вы оказались В нужном месте В нужное время Позволите? Наступил главный момент Вашей жизни Сейчас нет никого важнее Избавьтесь от того Что вы с собой носите Освободитесь Под звуки воды Сейчас 10.32 Без 10.11 Вы пойдете в уборную Спасибо за сегодняшний вечер Мы с тобой давно Никуда не выбирались Знаю Работы много Нам нужны деньги Но отдыхать тоже нужно Ты сильно устаешь К тому же Скоро нам должны вернуть Папины деньги Разве нет? Милая Позволь мне сказать Я о тебе позабочусь Обещаю У тебя будет все О чем пожелаешь В том числе и я Слышишь? Да Все будет хорошо Но Отпуск не помешает Расслабимся Погуляем Серьезно? Да Боже Как бы мне хотелось уехать Я тоже обещаю Что буду о тебе заботиться Всегда буду рядом Милая Я отойду в уборную Конечно Ладно Будь здесь Никуда не уходи Я быстро Знаю Прекрасно Надеюсь, ты не сбежишь Ох уж эти шуточки Добрый вечер Добрый Что вы здесь делаете? Добрый вечер Добрый Я Мэрилин Добро пожаловать Вы уже ознакомились с меню? Я тебя не обижу Только ответь на один вопрос Курица в яблочном сидре Или паста? Какое красивое кольцо Так блестит Очень красивое Повезло мне с мужем Да Он вас любит Я отлучусь ненадолго в уборную Подойду, когда вы вернетесь Спасибо Спасибо Будем Каждый раз ты надо мной смеёшься Люблю твою улыбку Прошу прощения Операция не прошла Что? Карта отклонена Простите Этого хватит? Спасибо Принести сдачу? Нет, оставьте себе Ладно Хорошего вечера Да Милый, почему твою карту отклонили? Не знаю Наверное, какая-то Давно ты носишь с собой наличку? Я Хотел зайти в банк И положить на карту Но забыл Итак Отпуск, да? Да Куда поедем? Куда ты хочешь? Да, конечно Прошёл только день Ну, боже Как мне там нравится Все милые И представляешь У меня появился Личный кабинет Держи, дорогой Минутку, Сара Нет Нет-нет Не голоден? Яблоко Яблоко Точно Держи Иди в гостиную Я скоро буду Да Представляешь? Так уютно Знаю, знаю Не хочешь приехать? Боже мой Опять ты о парнях Никто ко мне не заходит Перестань Ладно Ладно Ты сможешь приехать завтра? Спасибо До встречи Всё, пока Люблю тебя Да, это Махал Да Конечно Отправь мне договор Спасибо Пока Ладно Прости Я знаю Работы много Но ты молодец Я хотел кое-что обсудить Привет, Эдмонд Привет Вот ты где Я везде тебя ищу Зайдёшь ко мне? Да, конечно Дело вот в чем Мисс Уинтон Можете заниматься этими бумагами всю неделю О, спасибо Что? Неделю? Так долго? Спасибо Устроит? Да, конечно устроит Жду у себя Прекрасно Хорошо, скоро приду Можно не торопиться Нет, шучу У меня полно дел Привет, Сара В чём дела? Ты скоро приедешь? Я уже в пути Всё хорошо? Да Просто уточняю Ладно До скорого Махал Я всегда тебе помогу На работе куча дел Понимаю И сроки горят И так много задач И ты не хочешь никого подвести И не говори Всё хотела спросить Как дела в театре? Я ушла Забыла сказать Что? Почему? Слишком много работы Ни на что не хватает времени Вечные репетиции Спектакли Только Не пойми неправильно Я всегда думала Что стану актрисой Что это моя стезя Но Сейчас это только хобби Жаль, конечно Ты прекрасно играла Убедительно Все тебе верили Я не шучу Спасибо Мне нравилось Люблю тебя Если Однажды Представится возможность Я попробую Ещё раз Полностью согласна Но ты знаешь, как я занята Да У меня много работы Мне нельзя расслабляться Как у тебя со свиданиями? Всё прекрасно Их нет Найди нам парней на работе Ещё не встретила там принца С тобой же работают парни Конечно Познакомь нас с кем-нибудь Ничего не могу обещать Но постараюсь Отлично Всё, люблю тебя Пока Спокойной ночи Люблю тебя Будь осторожна Конечно Напиши мне Ладно, пока Пока Сколько энергии Тебе у нас нравится? Помню, как я только пришёл Было потрясающе Я безумно рада Здорово, когда есть свой кабинет Да Так уютно И я о том же Спасибо, Крис Да, Крис Мартин, Мартин Стой, Мартин Всем привет Привет Привет, красавица Как ты? Хорошо, а ты? Привет Расскажи ему о микробах Да Обалдеешь Ты знал, что на столе микробов больше, чем на унитазе? Ты лжёшь, правда? Да, честно И ты с него ешь? Нет, нет, нет Мы все едим Обедаем Забавно Я всё испачкала, посмотрите Это я есть не буду Да уж Что? Который час? Матерь Божья Сара Привет, Сара Милая Прости, я всё ещё на работе Мне нужно задержаться Ты могла бы приехать сегодня вечером? Умоляю Дорогая, ты меня спасла Спасибо Да Да Поищи в тумбочке деньги Закажи пиццу Что угодно Спасибо До встречи Хорошо, пока Сара Моя лучшая подруга Я и не думала, что так задержусь Очень много работы А младшему брату нужен-ужин Понимаю Для этого и нужны друзья Точно Потом я пролила на платье кофе И уронила книги на стол Боже, какая я неуклюжая И что дальше? Не могу же я в таком виде встречать клиента Да Так непрофессионально Но Пришли Спасибо, что проводил Слушай Есть минутка? Да Мы собираемся поиграть в бильярд На другом конце города Хочешь с нами? Я Наверное Откажусь Мне лучше вернуться домой Как можно скорее Сара сидит с Минко Не хочется ее задерживать Да Я все понимаю Но ты много работаешь Нужно и отдыхать Согласна Эдмонд ведь не просто так Развлекает клиентов Я знаю, но Нет Я не уговариваю Но ты подумай Хорошо Ладно Я подумаю Обещаешь? Обещаю Мне пора До завтра Пока Будь аккуратна Спасибо Эдмонд Наконец-то мы с вами встретились Я тоже рад, Джеймс Вы любите оперу? Говорили с моим помощником? Да Обожаю Раскусили Иногда стоит подергать за ниточки Наши места Слышать хороший оркестр Дорогого стоит Я удивлен, что вы смогли найти билеты Их раскупили за несколько недель Мы заботимся о наших клиентах Я найду выход из любого тупика Если вы относитесь так ко всем клиентам Я готов к сотрудничеству Рад слышать Прошу меня простить, Джеймс Конечно Не бойся Все хорошо Все будет хорошо Минка с Сарой Я могу отдохнуть Могу повеселиться Эдмонд, где ты, черт побери? Работаю с потенциальным клиентом Вероятно, сорвем куш Забудь Не отвлекайся Дай поработать Я справлюсь Сосредоточься на Махал Она наша главная цель Прошу прощения Жена не любит меня никуда отпускать Мы вовремя Как жаль Я думал, ты победишь Еще отыграюсь Смотри, сейчас загоню еще один Привет Я тут кое-кого ищу Продолжим завтра Да, конечно Махал Махал Смелее Все будет в порядке Давай, проходи Не стесняйся Привет Дружище, принесешь два пива? Сейчас Знаешь, Минка скучает Пойдем На днях я немного почитал о теневых инвесторах Ваш капитал сможет кормить вас целый год Вы подготовились Конечно, как иначе Давайте обсудим дела После оперы Ладно Никаких документов, никакой работы Наверняка ты уже устала У меня сейчас столько дел Понимаю Кошмар Ты, видимо, завсегдатый Тебя все знают Мы знакомы с детства Оно и видно Все тебе машут Да Здороваются Вон там мои кузены Здесь все крутые Здорово Выдыхай Хорошо, хорошо, мистер Круз Хорошо Нет, нет Тут я, Мартин Что ж, Мартин Удиви даму Ладно Сыграем? Давай Я готова Точно? Да, давай Хорошо Проигравший платит за пиво Надеюсь, ты не забыл кошелек Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы сделаете, как я велю. Вы... Карл Лакс. Чёрт, смотрите дальше. Да. Эдмонд, ты меня не слушаешь? Прости, я был занят. Надоел твой автоответчик. Я велел тебе уходить. По-моему, у нас проблемы. Ситуация осложняется. Девушка играет в бильярд в центре города. С ней мужчина. Кажется, он твой коллега. Сейчас они в баре. Ты должен за ними проследить. Держи руку на пульсе. Если понадобится, вмешайся. Мне почти удалось победить. Ты хорошо играла, но до меня далеко. Далеко? Шучу, ты молодец. Я отлично играла. Да. Признай, Мартин. Ты молодец. Спасибо, очень приятно. Рад, что ты выбралась. Мне и правда нужно было. Мне очень понравился сегодняшний вечер. Спасибо. Хочу произнести тост. Давай. За что? За жизнь. За жизнь. Ещё за... Любовь. За любовь. За успех? За успех. За бильярд. Да. И за пиво. Мартин? Вот значит как. Егор. Продолжение следует... Отлично. Привет, Мартин. Есть минутка. Как раз ухожу. В чём дело? Я быстро. Любишь путешествовать? Что? Забудь. Кажется, ты испачкался. Ты сильный. Всё в твоих руках. Махал Уинтон – твой враг. Она причинит боль тебе и твоей семье. Держись от неё подальше. Она не твоя. Ты сильный. Я сильный. Всё в твоих руках. Всё в моих руках. Ладно. До завтра. Что? Мисс Уинтон? Да. Я так и не получил исправленное третье приложение. Да. Прости. Я не успела его посмотреть. Столько дел. Навалилось. Очень жаль, что вы так легко отвлекаетесь на другие заботы. Надеюсь, двух часов будет достаточно? Да, да. Прошу прощения, мистер Круз. Что со мной? Соберись. Да, Махал. Хорошо. Сейчас. Спасибо. Всё, за дело. Всё хорошо. Успокойся. Привет, Махал. Привет. Все ушли, я хотел поговорить. Да, я тоже собиралась домой. Так много работы. Я не сильно задержу. В чём дело? Я весь день хотел зайти, но забегался по работе. Не успеваю. Всё в порядке? Да, не переживай. Ладно. Хотел узнать, как у тебя дела. Поначалу я чуть ли не ночевал на работе. Но ты уже столько всего сделала. Молодец. Здорово. Работаю потихоньку. Да. Знаешь, я справился. И ты сможешь? Да. Смогу. Ты отличный адвокат. Тебе уже говорили? Потрясающий. Поверь. Ты в надёжных руках. Ты сильная. Настойчивая. Тебя здесь ценят. Но учти. Мартин Круз плохой человек. Добра от него не жди. Он любит причинять боль. Не стоит с ним сближаться. Ты сильная. Настойчивая. Привет, пап. Стой. Привет. Нет, нет. Всё в порядке. Не переживай. Да. Скоро буду. Одну секунду. Ладно. Нет, нет, папа, я... Да, я приеду. Да, да, пап. Я тебе перезвоню, хорошо? Да. Махал, стой! Может, ты всё неправильно поняла? Он будто вселял в меня мысль, понимаешь? Гипнотизировал. Знаешь, бывают такие люди, они могут тебя усыпить или что-то тебе внушить. Его голос изменился. Он звучал иначе. Ты мне веришь? Да, я тебе верю. Всё будет в порядке. Он тебя не тронет, обещаю. Ладно, я постараюсь успокоиться. Спасибо. Но это странно. Что именно он тебе сказал? Он сказал... Боже, уже я не помню. Сосредоточься. Мысли путаются. Да, точно, сейчас. Он сказал, что Мартин плохой человек, и мне не стоит с ним общаться. Видишь? Ничего странного. Возможно, он тебя предостерегает. Вдруг этот Мартин психопат? Или серийный убийца? Хорошо ли ты знаешь этого Мартина? Сара, перестань. Мы не в фильме. Будь серьёзнее, прошу. Не неси ерунду. Прости. Прости. Ладно, пойми. Эдмонд вёл себя странно. Я не хочу на работу. Я его боюсь. Милая, ты себя накручиваешь. Зачем ему тебя гипнотизировать? Ради чего? Даже не знаю. Может, он не хочет, чтобы я виделась с Мартином. Но зачем ему тебя останавливать? Какая ему польза? Глупость какая-то. Пожалуйста, останься сегодня со мной. Прошу. Хорошо. Умоляю. Конечно, я ведь тебя люблю. Мне будет намного спокойнее. Но мы посмотрим телек, какую-нибудь дурацкую передачу и съедим что-нибудь вредное. Да. Закажем пиццу? Давай. Ура. Закажешь? Хочешь? Пицца. Кто платит? Конечно, ты. Кто платит? До завтра, Сара. Люблю тебя. Спокойной ночи, Минка. Тайны разума с неизменным ведущим Зайвианом Брауном. Сегодня мы будем исследовать его. Человеческий мозг. Человеческий мозг. Он есть у меня, он есть у тебя. Черт, даже у дураков он есть. Можно ли на него воздействовать, заставляя человека тебе повиноваться? Представьте себе, да. Познакомьтесь с моим помощником Чарльзом. Несколько лет он обучался у китайских мастеров и йогов, и, наконец, вернулся. Он покажет нам, как применять тайные знания на практике. На ваших глазах Чарльз загипнотизирует нашего добровольца. Но мы изменили некоторые слова. Этот метод может повлиять на зрителей с нарушением развития умственных способностей. Ты сильный. Все в твоих руках. Я такая трусиха. Ты отдашь мне свой кошелек. Получилось. Спасибо, Чарльз. Опять? После рекламной паузы мы покажем вам... Я занята. Как этого добиться? Обалдеть. У вас получится. Оставайтесь с нами. Управление разумом Кто там? Это Эдмонд. Махал. Прости меня. Я не одета. Поговорим завтра, ладно? Открой дверь. Эдмонд, уходи. Открой дверь. Уходи. Сейчас же. Пойдем. Он пришел. Пришел. Все хорошо. Тише. Не переживай. Садись. Давай, садись. Он может... Он... Он... Все хорошо. Он... Минка, тише. Будь аккуратна. Я люблю тебя. Помнишь, каждую субботу по утрам мама пекла нам кексы? Помнишь? Помнишь? Да, помню. Прекрасно. Представь, что мама сейчас на кухне и печет нам кексы. Мама здесь. Вы здесь работаете? Да, чем вам помочь? Я ищу книги на необычную тему. Хорошо. На какую именно? Скажем, о нейролингвистическом программировании. Они как раз здесь, в разделе психологии. И весьма любопытные. Пользуются спросом в наши дни. Почему? Говорят, НЛП помогает человеку изменить привычки, образ мышления, эмоциональное состояние и даже свою жизнь. А можно ли использовать НЛП в корыстных целях? Раз уж методику можно применить во благо, я сказал бы, что ее можно применить и во вред. Рекомендую вам прочитать книгу основателей НЛП. НЛП. Вот она. Прошу. Если решите освоить методику, учтите, что путь будет трудный. Вам придется много практиковаться. Иначе все забудется. Не знаю, хочу ли я ей овладеть, но мне хочется изучить эту тему. Что ж. Возможно, мою подругу загипнотизировали. Какой кошмар. Знаю. Надеюсь, эта книга поможет. Я ее почитаю. Удачи. Спасибо. Хорошего дня. И вам. Кто их подарил? Красивые. Кто? Эдмонд. Зачем он все это делает? Махал, спасибо, что пришла и дала шанс объясниться. Я не просто так завел разговор о Мартине. Я давно его знаю. Он неплохой парень, но... Может причинить боль. У него жесткий нрав, это всем известно. И я решил тебя предупредить. Если перейти ему дорогу или чем-то досадить, он тебя уволит. Ты замечательная и не должна с таким сталкиваться. Эдмонд, Эдмонд, прости, но мне все равно. Правда. Я заметил, что ты питаешь к нему интерес, и решил тебя оградить. И только. Нет, 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 нет. Ты неправильно понял. Я не хочу об этом говорить. Давай найдем другую тему. Можно? Хорошо. Когда ты ушла... Прости. Одну минутку. Да, Мартин, слушаю. Нет, еще не готова, но я... уже занимаюсь этим вопросом. Чего ты злишься? Хорошо. Сейчас сделаю. Скоро закончу. Хорошо. И так всегда. Все хорошо? Вечно он злится. Не хочу, чтобы и тебе досталось. Я обо всем позабочусь. И еще раз спасибо. Хорошего дня. И тебе. Привет, мне понадобится помощь. Не получается. Хорошо. В парке? В парке? Я хотел извиниться. Хорошего дня. Я уже в третий раз пытаюсь попасть к мистеру Рейсигу. Что происходит? Сэр, он на совещании. Конечно. Эти документы отправлять нельзя. Почему? Мы их проверяли. Тебя все устраивало. А сейчас нет. Проверь еще раз. Нам нельзя допускать ошибки. Ладно, как скажешь. Но дай мне немного времени. Мартин, между нами что-то не так? Я знаю, какой ты человек. И сотрудник ты некомпетентный, халатный, медлительный. Как ты сюда попала? Не смей обо мне так отзываться. Что у вас произошло? Я сказал ей, какая она. Само зло. Я это знаю. Она девушка. Нельзя с ней так обращаться. Ты сильный. Тебе все подвластно. Запомни. Махал Уинтон не желает тебе зла. Ты сильный. Тебе все подвластно. Держи себя в руках. Я во всем разберусь. Тебе все подвластно. Молодец, что постояла за себя. Не переживай, все образуется. Я не хочу возвращаться. Брось. Мартин, у меня нет времени. Можно с тобой поговорить? Я сяду. Слушай. Прости за то, что я тебе сказал. Не знаю, что со мной. Но я тобой восхищаюсь. Правда. Прошу тебя. Не ставь точку. Дай мне еще один шанс. Из-за тебя я в полном замешательстве. Прости. У меня сейчас много дел. Я лишь хотел извиниться. Не обижайся. Но тебе пора. Не ставь точку. Уходи. Махал. Пожалуйста. Мартин. Надеюсь, я не сильно ударила. Классно. Я ему врезала. Алло, Махал слушает. Как у нас дела? Радовать нечем. Хотите диски? Нет, проваливай. Мне диски не нужны. Ладно. Вечно они что-то навязывают. Не позволяй им решать за тебя, что тебе нужно. Я не хочу рисковать. Все пройдет гладко. Но придется поработать. Ты и сам справишься. Я оплошал. Не смог ее загипнотизировать. Мы похитим ее. И потребуем выкуп у богатенького отца. Мы? Нет, ты. Место я подготовил. Адрес отправлю позже. Место я готов. Я готов. Я рада. Я готов. Телефон. Я готов. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эдмонт, где ты? Эдмонт? Эдмонт Милый, ты ничего не ешь Что с тобой? Не бери в голову Ужин ведь вкусный Да? Бесподобный Я знаю, знаю Приволшебница Спасибо Прости, я не голоден Переживаешь из-за поездки? Да, я Не люблю уезжать далеко Я могла бы Поехать с тобой Что скажешь? Нет, в компании одни мужчины Не позволю никому смотреть на мою крошку Ладно, милый Постарайся не переживать Хорошо Люблю тебя А я тебя Теперь ешь Не зря же я готовила Стой, стой, стой Погоди, Эдмонт Зачем тебе скотч, верёвка и второй телефон? Почему ты роешься в моей машине? Что? Нет, нет, нет Зачем тебе второй телефон? Милая Я собрался на рыбалку Думаешь, я поверю? Ты меня любишь Я тебя люблю Ты мне доверяешь Я тебе доверяю Эту сумку Я собрал для рыбалки Подними рубашки Я тебе доверяю Видишь тот дом? Да. В основном она ездит на черной машине. Белая, наверное, тоже ее, но запомни черную. Хорошо. Тут тысяча. А остальное? Получишь, когда приведешь ее ко мне. Постарайся. Эдмонд. Спасибо, дорогая. Смотри, что я тебе принесла. Что бы я без тебя делала? Чай будет на тумбочке. Класс. Он вкусный. Забирайся. Все. Тебе нужно поесть. Придется. Я поняла. Спасибо. Ты мерила температуру? Пока нет. Ну и зачем мы приехали так рано? Милая, ты не понимаешь. Нам нельзя упустить момент. Следуем плану. Надо поймать эту дрянь. Ну ладно, выкладывай. Что с тобой? Я иду на свидание. С одним парнем. С кем? С Лукасом? К сожалению, нет. Ты нашла время куда-то выбраться? Конечно же нет. Я сижу в приложении для знакомств. Дорогая. Он классный. Очень крутой. Ладно, можно взять твою машину? Конечно. Ключи в прихожей. Ура! Не доверяю я приложениям для знакомств. Когда приедешь, скинь свое местоположение. Если переживаешь, я буду писать тебе каждые полчаса. Давай. Ладно. Обещаешь? Да. Спасибо. Тебе пора поспать. Пока. Спасибо. Доедай. Люблю тебя. А я тебя. Выздоравливай. Иди, а то заразишься. Вам плохо? Прошу, помогите. Боже. Моя подруга. Что с ней? Матерь Божья! Молодец, Майкл. Оставим здесь туфли. Чего ты начинаешь? Ты там застрял? Господи Боже. Хватит болтать. Сядь и помоги мне. Господи Боже. Сначала открой дверь. То сядь, то встань. Я ведь велел. Она заперта. Проверить дверь. Я не рабыня. Помоги мне. Опять сесть? Держи ее за ноги. Боже мой, во что ты меня втянул? Хватит орать. Какого хрена? Мне плевать на твои оправдания. Ты что натворил? Я сделал ровно то, что ты сказал. Я не знал, как она выглядит. Да. К той машине подошла другая. А это вообще кто? Она со мной. Она мне не нравится. Пусть уйдет. Какого хрена? Милая, пожалуйста, подожди в машине. Зачем ты ее привел? Она никому ничего не скажет. Черт. Что? Все не так. Разве? Ты все делаешь неправильно. Взял не ту девчонку. И притащил подружку. Ладно. Ты должен все исправить. Я ошибся. Я ведь не отрицаю. Но виноват не я. Ты велел похитить девушку у черной тачки. Я так и сделал. Отдавай деньги. Деньги? Нет. Я не плачу за ошибки. Привези нужную девушку. И поговорим. Иначе никак. И разберись с ней. Давай. Я не буду ее убивать. Я на такое не подписывался. Она видела меня и видела тебя. По-твоему... Эй, заткнись! По-твоему, стоит ее отпустить? Ладно. Привези другую девушку. А этой займусь я. Ну уж нет. Два похищения по цене одного? Так не пойдет. Она твоя. Погрузи ее в машину. Знаешь что? Пошел ты нахрен. Ух. Так. 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 Сара, Сара, Сара. Ты меня знаешь? А смахал вы близки? Тише. Давай я сниму скотч. Почему она не забрала машину? Сара! Здесь нам никто не помешает. Ты хорошо её знаешь? Нет, я её совсем не знаю. Но она отдала тебе машину. Одолжение, не более. Моя машина сломалась, я попросила у неё. Я не лгула у неё на час. Значит, вы близки? Нет. Ты лжёшь! Нет, нет. Я не лгу. Я присматриваю за её братом. То есть ты няня? А что с работой? Она рассказывала? Ей нравится? Да, нравится. С кем-то дружит? Она говорила об одном парне. Как его зовут? Мартин. Мартин. Ты Мартин? Ей нравится Мартин. Это ты? Она хочет с ним быть? Я не знаю. Сначала он ей понравился, но между ними что-то произошло. Он то ухаживает, то прогоняет. Что? Что ты со мной сделаешь? Зачем ты меня похитил? Ты убьёшь меня. Что, прости? Ты убьёшь меня? Нет. Прошу, не убивай. Не убью я тебя. За что? Ты ничего не сделала. Тише. Как ему пользоваться? Ясно. Да. Не отвечает. Оденься. Ты забудешь меня и это место. И всё, что произошло. Где я? Кто ты? Где мы? Где я? Как я здесь оказалась? Ничего не понимаю. Как я здесь оказалась? Слушай, ты была в баре и выпила лишнего. Что? Мы были в баре? И сколько я выпила? Слишком много. Я отвезу тебя домой. Ты знаешь, где я живу? Нет, но ты знаешь. Прости, я слишком пьяна. Может, вернёмся в бар и выпьем ещё? Ладно. Я отвезу тебя в бар. Но сначала ты поспишь. Ты засыпаешь. Тебя клонит в сон. Не доверяю я ей. Прости, что беспокою тебя. Я не знаю, кому ещё позвонить. Что случилось? Сара пропала. Она хотела поехать на свидание на моей машине, но машина здесь, и она не отвечает. Уверен, с ней всё в порядке. Ты осмотрела машину? Как раз иду к ней. Сигнализация не работает. Попробую отследить её телефон. Боже мой. Ладно, вызывай полицию. Я выезжаю. Майкл, давай скорее. Нас увидят. Садись в машину. Что происходит? Кто такой Мартин? Почему он названивает? Мой муж. Он едет домой. Успокой её. Сиди тихо. Успокой её. Успокой. Нет, отпусти меня. Ты дура, что ли? Отпусти. Давай же, ответь. Отпусти. Ответь на наши вопросы, или я тебя убью. Я ничего не знаю. Что ты хочешь? Денег, конечно. Все деньги ты передашь мне. Где же ты? Ради нашёл. Кто это? Мой муж. Нет, 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 нет. Мне больно. Если будет вырываться, приставь пистолет. Хорошо, она скоро приедет. Соня, держи её крепче. Мы почти на месте. Отпусти. Соня, успокой её. Пусть замолчит. Эдмонд, что происходит? Теперь отдай мне деньги. Почему ты на её машине? Оставь себе, а мне отдай деньги. Вернее, ей. Погнали. Мы всё сделали. Но у нас нет машины. Пойдём пешком. После всего этого вызывай такси, я не пойду, Майкл. Скоро всё кончится. Если хотел встретиться, мог бы написать, зачем похищать? Пить хочешь? Не хочу. Зачем я тебе понадобилась? Ты сошёл с ума. Я хочу домой. Кричать не надо. Тебе плохо? Ты болеешь? Ты говорил, что с тобой я в безопасности. Ты выбрала Мартина. Я тебе не нужен. Тут есть туалет? Я уже давно хочу. Вон там. Вон там. Субтитры сделал DimaTorzok Все в порядке? Почему я здесь? Мой брат сейчас дома один. Ему очень страшно. Прости. Скоро все кончится. Я отвезу тебя домой, обещаю. Спасибо, Эдмонд. Я тебе верю. Ты со мной добр. Учитывая обстоятельства, конечно. Я же говорил. Со мной ты в безопасности. Что ты наделал? Я не знаю. Возьми себя в руки. Я не могу остановиться. Мне нужна помощь. За что? За что? Теперь оглянись. Ты это сделал. Ты это натворил. Познакомься с ней. Ты ее похитишь и привезешь ко мне. Мы ее похитим и потребуем выкуп у богатенького отца. Мы? Нет, ты. Я сам. Ты к этому не причастен. Я сильный. Все в моих руках. Я найду выход из любого тупика. Я победитель. Что случилось, Эдмонд? Чувствую, у нас проблемы. Я услышал выстрел и увидел ее. Мертва? Да, я проверил, но я не знаю, что произошло. Я облажался. Проклятие. Все ведь было так просто. Это он? Я не знаю. Не знаю. Зачем ты притащил меня на место убийства? Я ухожу. Нет, стой. Подожди. Я же сказал, никогда меня не трогай. Ты меня подвел. Как ты мог. Тебя? Тебя? На кону моя жизнь. Да, ты прав. Твоя жизнь. Довольно. Что? Прошу, очнись. На помощь! Пожалуйста, очнись, Махал. Очнись. Помогите же кто-нибудь! Вам нужна помощь? Я ее не оставлю. Она будет со мной. Махал, вернись. Слушай. Ты сильный. Я сильный. Все в твоих руках. Все в моих руках. Ты победитель. Я победитель. Все будут у твоих ног. Все будут у моих ног. Ты неуязвим. Маркус Спенсер. Кимберли Маркес. И Гектор Гомес-младший в фильме «Пределы разума». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Отпетитров А.Семкин» А.Семкин Корректор А.Егорова «Пределы разума». А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...